Реверсивное движение вводится по Павловскому тракту в районе улицы Новороссийская. Изменения стартуют 11 августа с 9 часов утра и продлится две недели вплоть до 6 вечера 28 августа. Схема движения меняется в связи с ремонтом сетей водоснабжения. Подрядчик подготовил подробную схему организации реверсивного движения совместно с профильным комитетом. Дорожную карту утвердили сотрудники ГАИ. Движение будет осуществляться следующим образом. С 22 часов до 15 часов следующего дня будут действовать две полосы в сторону центра. С 16 часов до 21 часа будет действовать две полосы из центра. Время с 15 до 16 и с 21 до 22 соответственно предусмотрено на перестановку технических средств организации дорожного движения. Для минимизации заторовых ситуаций организуют мониторинг дорожной обстановки. Для этого привлекут экипажи ДПС. Продолжается реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реконструкции меланжиста Алтая для того, чтобы они могли модернизировать свое производство. Денежные средства выделены в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Сергей Татьянин также отметил, что сейчас реализуется первый этап реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 3,5 километра. Подрядчик прокладывает сети методом горизонтально направленного бурения. Планируем 11 числа выполнить работы по частичному перекрытию Павловского тракта, как раз пересечении с улицы Новороссийской. Заберем одну полосу. Это необходимо сделать в связи с тем, что камера 1.4 находится на проезжей части, именно на первой полосе. И мы вынуждены ее демонтировать и на этом месте построить новую. В мэрии добавили, что реверсивное движение не вызовет изменений в маршрутах общественного транспорта, следующего по Павловскому тракту. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности заранее выбирать пути объезда. Валентина Аскерова. День с толком.